Весёлки. Вот кому весело живётся. Эти весёлки у меня здесь на подносе стоят просто, лежат. То есть дело в том, что эти все весёлки у меня вылупились из яиц. Вот из яйца. Вот этот. Сначала были яйца крупные, вот эти вот. А потом они стояли на лоджии, в холодильник я их не ставила, некогда было ими заниматься. Грибы мы порезали, а яйца мы не стали трогать пока. Пару штук у меня дочка съела, она их любит сырые есть, потому что это экзотика, это очень любопытно и интересно. Но ничего, всё ей нравится, пусть ест. В книге написано, что яйца можно есть жареные, но я не представляю, витамины портить. Можно и так. Если она любит, пусть ест. А жареные я не пробовала, странно. Такие грибы жареные, сырые ещё, ещё, туда-сюда. Вот столько, и они все вырастут, и из маленьких вырастут. Маленькие грибочки, вот как это. Эти вот раз и проклюнулись. Вот маленькие яйца. А большой, вот он сразу дома начал расти. А запах какой жуткий, как слетелись мухи на лоджию все. Саша говорит, ой, кошмар, давай домой скорее хватать их. Несли домой, вот надо их заниматься, порезать и посушить. Пригодятся в конце концов когда-нибудь кому-нибудь. У меня уже все подруги пользуются, многие знакомые тоже. Потому что мы знаем этот лес, там их полно. А сегодня ездили в другой лес, там тоже нашли две весёлки. Одну не стали искать, слышали запах. Ходили, ходили, поглядели и нету ничего. Так и не нашли, замаскировалось. Но не стали особенно упираться, искать их. И так у нас много. Вкус яйца напоминает немножко редиски. Вкус редиски. Лёгкий вкус редиски. И даже запах, они пахнут слегка редиской. Вот такие вот у меня грибы. Ещё шикарный гриб мокруха. Он как будто... Он сверху у него плёночка и вкус у него маслёнка. Вот такой вот гриб. Вот такие маховики тоже попались. Такие подосинники попались немножко. Опять мы нашли в другом лесу, в котором собирали белые рядовки, дымчато-серые. Мы там немножко заблудились. В конце нашли вот такой вот боровик. Наверное, еловый или сосновый, кто его знает. Очень чистый и нарядный. Давно такой не попадался. Беленький. Четыре вида боровиков бывает. Берёзовый, еловый, потом ещё какой-то сосновый и дубовик. Дубовый. Вот у нас такой. Саша нас вывел из леса, он сказал, я говорю, давай вот пойдём в эту сторону, а он сказал, нет, если ты сказала сюда, то нужно в противоположную идти. Обязательно. Обязательно. И мы пошли в противоположную сторону и точно вышли чётко прямо-прямо к машине. Бывает же такое. Вот. Интересно. Всё мы набрали этих зонтиков. Они хороши в кляре. Просто макнуть в тесто на сковороду с двух сторон обжарить, не надо много масла. Сейчас только блинчики пожарят, так и они съедобные. Вот ещё такие вот. Тушен красивый зонтик. Это гриб Геграфор. Но это хороший экземпляр, порядочный, большой. Их не много, они в основном червивыми бывают, поэтому особо за ними не гоняемся. Но всё-таки это красивый и интересный гриб для разнообразия. Всё, на этом я заканчиваю. Обзор небольшой. Просто захотела на память оставить себе свои грибы, чтобы они у меня просто так не пропадали. Кому было интересно. Вот на утро на этом же подносе свежие грибы появились. Вот этот. Вот этот маленький, кажется. Но вот этот вот точно появился. И вот красивый гриб тоже. Но они все красивые. Нужно их срочно-срочно резать и яйца, чтобы они не вырастали. А то очень плохой запах. Невозможно. Всё, на этом я заканчиваю и выращивать больше не буду. Смотрим просто так. Смотрим. Смотрим. Смотрим.